«Войска напали на нашу страну! Войска на народ!» Эмоциональное представление и красочное оформление декорации. Школьники разных возрастов театрально воспроизвели горестные и радостные страницы событий Великой Отечественной войны. За звание лучшей республиканской школы в финале соревновались 36 команд начального, среднего и основного уровня образования. Участвуя и соревнуясь в данном проекте, молодежь приобретает и познает те лучшие традиции, то лучшее наследие, что нам оставят наши предшественники. Подведение итогов и награждение победителей состоялось во время торжественного обеда в ресторане «Сальва». Поздравить ребят пришли из министерства, ведомств республики, общественные и религиозные деятели. Этот конкурс нам все-таки удалось реализовать. Дело не в том, что красиво называются «золотые правила нравственности». Дело в том, что дети имели реальный опыт, не абстрактно. Все-таки для маленького ребенка слова «честь», «нравственность» – это какие-то очень сложные философские категории. Они должны видеть и чувствовать примеры. Лучшего, более осязаемого примера, чем подвиг наших дедов и прадедов, защищая нашу Родину, его просто невозможно придумать, его не нужно придумывать. Поэтому наша задача и задача этого конкурса, и, конечно, огромную благодарность всем его организаторам и педагогам, и наставникам за то, что через эту великую память прошлого мы детей приобщаем к самым важным, самым сложным жизненным и нравственным категориям. По итогам финала конкурса победителем среди школьников начального уровня образования стала команда из Сулейман-Стальского района. Среди школьников среднего и основного уровня образования первые места заняли коллективы из учебных заведений Дербента. Я с удовольствием участвовала в конкурсе. Много узнала о войне и я сделала первое место. Я хочу поблагодарить организаторов, инициаторов сегодняшнего мероприятия, конкурса «Золотые правила нравственности». Такого же характера конкурсы, они играют большую роль в жизни детей, в воспитании духовно-нравственного развития, патриотического. Это есть уважение к Отечеству, к Родине, это есть уважение к нашим предкам истории. Этот конкурс очень многое дал нам и нашим деткам, потому что все дети очень большим сопереживанием готовились к этому конкурсу. Были очень много трудностей, но мы все их преодолели. И я думаю, сегодня все те, кто участвовал в этом конкурсе, они получили очень многое. И думаю, что бесценным этот конкурс ни для детей, ни для нас, взрослых, никак не прошёл мимо. Всем победителям и призёрам вручили грамоты и денежные вознаграждения. За первое место команды получили сертификат на сумму 50 тысяч рублей, за второе и третье место по 30 и 20 тысяч рублей. Мы уже разговаривали с Федеральным агентством по делам национальности Российской Федерации о том, чтобы мы отправим концепцию, чтобы сделать его всероссийским. Потому что те вещи, те направления, ту основу, которая содержит золотые правила нравственности, и этот конкурс, это нужен любому субъекту Российской Федерации. Организаторами масштабного нарастно-патриотического конкурса выступили Минаст Республики и Дагестанский гуманитарный институт при поддержке духовенства региона. Они намерены сделать мероприятие ежегодным с привлечением ещё большего количества участников.